Мифы. Это мифы, которые многие сочиняют, чтобы как-то отмазать себя от того, что вы не ведете здоровый образ жизни. За этими мифами люди прячутся. Давайте посмотрим, за какими мифами люди обычно прячутся. У меня нет денег на здоровый образ жизни. Вот кто думает, что у вас нет денег на здоровый образ жизни? Здоровье – это то, на что в первую очередь надо выделять бюджет. Меня всегда поражают такие истории. Я люблю изучать истории знаменитых людей, богатых людей, которые много удостоверили в жизни, брать у них что-то новое. Я уже не помню, чья это история. Один доллар-биллионер, известное имя, вот я сейчас не вспомню, не могу сказать. Не подготовлено было погуглить перед вебинаром. У него сын травмировал ногу, и он пожелал деньги на дорогой госпиталь, и там повез какую-то дешевую, там более далеко, которую находился. И, в общем, в итоге просто из-за того, что он пожелал денег на дорогой госпиталь для сына, сыну ампутировали ногу. Понимаете, вот как бы, да, злая такая история, нехорошая, но это случается со многими. Многие экономят деньги на своем здоровье. Это в корне неправильно. И у меня нет денег на здоровый образ жизни. На самом деле, здоровый образ жизни, именно как образ жизни, он не требует больших затрат. Абсолютно. Начинать можно с малого. И просто подменяя какие-то привычные вещи более полезными для здоровья, да, я потом расскажу, что это конкретно, это не требует денег. Некоторые вещи даже экономят. Вот элементарно, отказ от вредных привычек. Если вы бросите курить, вы сэкономите очень много денег. Следующий тоже миф, чтобы вылечить себя, надо быть врачом. Девочки, я не врач. У меня нет медицинского образования. Я по образованию модельер-дизайнер. Опыт работы у меня, это менеджер по работе с клиентами, плюс продавец, да, это вот то, что я умею делать. Я не врач, но я потратила годы жизни на изучение разных подходов и концепций здорового образа жизни. Я не только прочитала литературу медицинской, как и официальной медицины, так и неофициальной медицины, потому что меня этого тема очень заботилась. Я поняла, что в этом я могу только я сама разобраться. Когда просто от меня отказались, мне пришлось разбираться в этом всём. Я очень много всего прочитала, изучила, узнала, чтобы стать себе врачом. Вы знаете вообще, чем отличается подход западной медицины от восточной медицины? На Западе медицина – это наука о болезни, а на Востоке медицина – это наука о здоровье. Поэтому я не решила тратить время на изучение болезней. Я пошла с другой стороны. Я начала изучать, как же вернуть здоровье. Потому что наш организм, он очень мудрый, и если ему помочь, он сам восстановится. Наши органы, у каждого органа есть период на восстановление. Дольше всего восстанавливаются, я вот сейчас уже не помню, кто орган. Суть в том, что печень восстанавливается, кажется, за 3 месяца полностью восстанавливается печень. Почки, ноги, легкие, многие органы, вот легкие, кажется, около года восстанавливаются. Есть такие изнутренние органы в самый долгий срок, это вот легкие, они около года восстанавливаются. То есть любой орган, у нас заложена программа на самовосстановление организма. Если ему не вредить организм, если вы помогаете поддерживать, он сам восстановится. Следующий тоже миф. Здоровый образ жизни основан на ограничениях. Да ничего подобного. Вот думаю, что здоровая пища, это значит, как бы надо меньше есть. Больше ешьте, просто пищу качественно не выбирайте. Не кушайте дубные булочки, вместо этого какой-нибудь фруктик, скушайте какой-нибудь яблочко, зелень и прочие такие вещи. Просто измените качество пищи. Не надо ограничиваться. Если вы считаете, что здоровая пища, она невкусная, неправда, вы просто не умеете ее готовить. Есть некоторые хитрости, из которых можно очень вкусно приготовить здоровую пищу, которая будет для вас лекарством. Все зависит от того, что у вас в голове. Можно, ведя здоровый образ жизни, можно наслаждаться всеми радостями жизни. Можно. Может, просто это будут другие радости жизни. Но это уже отдельная тема. Тоже вот миф, с которым я очень часто сталкиваюсь в личном общении. Я слишком больная, чтобы начать вести активную жизнь. Вот кто-то из вас может подумать, что это вообще странное какое-то убеждение, кто-то вообще может такое говорить. Поверьте мне, я встречала людей, которые так говорят. Я не могу делать физическую зарядку, потому что у меня болят суставы. Вот на самом деле, я, конечно, не матерюсь, но в этой ситуации хочется сказать. Ну, блин, потому что у тебя болят, что ты ничего не делаешь. Вот начни хотя бы вот с малости, да, начни их разминать суставы. Есть же там стальная гимнастика, которая помогает все вот как-то размять, улучшить подвижность суставов и так далее. У меня перебиты запястья, поэтому я не могу отжиматься. Так не отжимайся, делай другие упражнения. То есть люди находят очень много отмазок и оправданий для себя, для того, чтобы не начинать это делать. Вот почему они это делают, я так на самом деле не поняла. Ну, возможно, просто кому-то выгодно болеть, да, поэтому они прячутся за вот этими отмазками. Следующий миф тоже, который многие так считают, это то, что многие болезни неизлечимы. Ну, этот миф, он на самом деле появился не на пустом месте. Это спасибо нашей отечественной медицине, которая нас к этому приучила, да. Ну, я на своем опыте просто, хоть верьте, хоть верьте, нет, но я видела и людей, которым ставили диагнозы неизлечимые, и они после этого излечивались, после него говорят, что не может быть. И сама я через это прошла. Мне говорили, что диски позвоночные не восстанавливаются. Вот у тебя вот протрузия, предгрыжевое состояние. Мне пытались там делать уколы, которыми стало еще плохо в позвоночник, да, мне стало еще хуже, чем уколы. И когда я через несколько лет после восстановления меня встретила мой лечащий врач, который меня в поликлинике лечил, да, я просто в один прекрасный день карточку забрала и все, и больше как бы мне никто не звонил, я просто пропала из поликлиники. И ко мне, меня встретил этот врач, он такими глазами не может быть. Я говорю, что не может быть? Ты живая. Я говорю, конечно. Ты ходишь? Я говорю, еще как. И он пригласил меня на обследование. Когда он меня посмотрел, он говорит, я не верю, этого не может быть. Те диагнозы, которые у тебя были, потому что сейчас это вообще несовместимо. Как? Я начала ему рассказывать, что я делала. Ну, конечно, ответ я увидела в кмелку, он сказал, что нет, ну, так не бывает, это невозможно. Скорее всего, тебе просто поставили ошибочный диагноз. Вот вы знаете, даже если это был ошибочный диагноз, это было просто очень больно. Когда, если я на самом деле не была настолько больна, как мне рассказывали, да, просто меня приговорили, да, мне поставили смертные приговоры. И зная то, что у меня стало жить недолго, у меня не было друзей, я вообще всех от себя отогнала, я просто не хотела никому причинять боль своим уходом. Поэтому со мной были только мои родители, которые меня поддерживали, и все. Больше я никого не пускала в свою жизнь. И вот даже если это были ошибочные диагнозы, кто вам дал право меня приговаривать на такое время, да, это, конечно, есть, да, обиды, я сейчас говорю, у меня слезы наворачиваются, есть еще, не проработала. Но прошло 10 лет, я просто после этого не проверяла позвоночник. Когда я начала ходить, я просто вот, я хожу уже хорошо, не болит еще лучше. Но после родов, когда у меня начал болеть позвоночник, я пошла и специально сделала МРТ. Я сделала МРТ всего позвоночника, потому что я знала, что у меня везде протрузии. Мне там протрузии подвыкли, там, ну, целый букет был с позвоночником. Я пошла, сделала МРТ. Я вообще пришла делать МРТ всего позвоночника, на меня посмотрели большими глазами и сказала, зачем? Я говорю, ну, у меня проблемы с позвоночником. Говорю, ну, не бывает так, что... Ты же, говорит, сама пришла, во-первых. Во-вторых, не бывает, что у человека были проблемы во всем позвоночнике. Говорю, поверьте мне, бывает. Сделайте мне МРТ всего позвоночника. Я хочу знать, в каком состоянии мой позвоночник. Мне сделали МРТ, и у меня нашли одну небольшую протрузию в шейном отделе позвоночника. Одну небольшую. Представляете? От пригрыжевого состояния до одной небольшой протрузии. И на самом деле я не знаю, в какой момент я восстановилась. Прошло 10 лет, и вот картина вот такая вот просто потрясающая. Наш организм может восстанавливаться. Я понимаю вашу боль, я понимаю, что вам сложно, я понимаю, что вам тяжело, что страшно. Чаще всего вот люди, они за ленью говорят, мне лениво, да, мне лениво начать вставать пораньше, мне лениво делать зарядку. Это не лень, это страх. Вам просто страшно. Вы просто не знаете, с чего начать. Вы не знаете, как правильно это делать. И я понимаю вашу боль. Я прошла через это.